Комментируя годовщину трагедии, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов отметил, что пора не только назвать имена исполнителей и заказчиков виновных гибели людей, но и вынести им справедливое наказание, поставив точку в расследовании трагедии 2 мая. Также Сергей Кивалов выразил слова соболезнования и поддержки родным и близким, друзьям и всем, кто лично знал погибших. 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками Майдана и Антимайдана. В результате массовых беспорядков и поджога Дома профсоюзов погибли 48 человек. Около 300 получили ранения и увечья. Почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов прокомментировал шестую годовщину трагедии, отметив, что пора поставить точку в расследовании трагедии 2 мая. Дома профсоюзов Мы просто не имеем морального права предать память жертв трагедии и надежды их родных. Сразу же после трагической гибели людей 2 мая 2014 года в Одессе Сергей Кивалов зарегистрировал проект постановления Верховной Рады Украины о признании Украиной юрисдикцией Международного уголовного суда в отношении преступлений против человечности, приведших к особо тяжким последствиям 2 мая 2014 года в Одессе. И требованию привлечь к ответственности всех лиц, виновных в их совершении. С целью привлечения Международного уголовного суда к оценке происшедшего Сергей Кивалов вышел на прямой диалог с его руководством и внутренней обвинительной службой. В сентябре 2014 года он посетил Международный уголовный суд в Гааге, возглавив украинскую делегацию и встретился с тогдашним главой Соном Санхеном, заместителем обвинителя Джеймсом Стюартом и председателем Ассамблеи государств участников Римского статута Международного уголовного суда Тиной Интельман. Заместитель обвинителя Джеймс Стюарт тогда отметил, что подобная информация о ситуации, происшедшей 2 мая 2014 года в Одессе, заслуживает внимания и у Украины есть право передать эту ситуацию на изучение Международного уголовного суда, признав его юрисдикцию в отношении этой и других ситуаций. По итогам визита Сергей Кивалов зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект номер 5161, заявление о признании Украины юрисдикцией Международного уголовного суда в отношении всех предусмотренных римским статутом преступлений, совершенных начиная с 23 февраля 2014 года и на будущее. Также, являясь представителем Украины в ПАСЭ и членом Комитета Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека, политик поднимал данный вопрос перед европейскими коллегами. На встрече с председателем МУС я рассказал о трагедии, которая совершилась, предоставил перечень документов, необходимых для открытия производства. Но это не произошло по той причине, что Украина не присоединилась к римскому статуту, а действия Международного уголовного суда не распространяются на преступления, которые совершаются непосредственно в Украине. Я озвучивал в ПАСЭ, что это геноцид против одесситов, мирных жителей, катастрофа, которая осуждает весь мир. Однако истинные виновники, чьи действия запечатлены на видеозаписях, по-прежнему разгуливают на свободе. Бездействуют органы правопорядка, меняются руководители правоохранительных органов, создаются различные специальные службы. НАБУ, НАЗК, а к расследованию тяжкого преступления, совершенного 2 мая 2014 года, так никто по-настоящему не приступил. Может, кому-то выгодно специально затягивать расследование этого резонансного события, дабы истинные организаторы преступления оставались на свободе? Полное бездействие со стороны власти и правоохранителей вызывает неверие и отчаяние у рядовых граждан. Одесситы потеряли надежду, что виновных трагедии удастся найти и наказать. Очевидно, что в государстве, где безоружных людей заживо сжигают, а виновные остаются без наказания, все слова о демократии – пустой звук. Многие ожидали от новой власти, что это расследование событий 2 мая будет доведено до конца, а виновные окажутся наконец на скамье подсудимых. Но прошел год, и пока ничего не изменилось. Пора не только назвать имена исполнителей и заказчиков, виновных – дебиле людей, но и вынести им справедливое наказание, поставив точку в расследовании трагедии 2 мая. Этого ждут от президента, генерального прокурора, правительства Украины не только Одесситы, не только гражданское общество, но и мировое сообщество международной организации. Пора положить этому конец. Виновные должны быть на скамье подсудимых, и судить их должен Международный уголовный суд. Преступники должны знать, что их бесчеловечные действия не имеют срока давности и что наказание неотратимо. В этот скорбный для каждого Одессита день Сергей Кивалов выразил слова соболезнования родным и близким, друзьям и всем, кто лично знал погибших. Также почетный гражданин города Одессы и Одесской области выступил с инициативой установить перед Домом профсоюзов памятник погибшим, как напоминание о той страшной трагедии в истории Одессы и всей Украины.